А вот тренер, кстати, он тоже. Да, мы сейчас тренируем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Камегин Наталья Владимировна, стаж-тренер сборной Москвы до 18 лет. Почему девушки выбирают дзюдо, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что все приходят по разным причинам. Многие пытаются стать сильнее, думают, с тем, чтобы отпор дать, там, более сильному, если кто-то нападает на нее. Ну, с точки зрения безопасности, да? С точки зрения безопасности, да? С точки зрения безопасности, многие формы многим нравятся. Кимоно – это, как бы, эзотично, очень интересно. По телевидению многие видят это и стараются. Во-первых, наш президент, он, как бы, примером тоже слышно, он часто в кимоно выступает. И потому он тоже определяющим фактором является. Многие идут, потому что видят, что ребята на ковре, и они могут соперничать с ребятами на ковре. Маленькие девочки, да, они действительно, им тоже это интересно. А вот скажите, пожалуйста, вот многие говорят, что борьба – это мужской вид спорта, потому что воспитывает сильных и так далее, защитников и так далее. Ну, для женщины нужно ли это? Ну, во-первых, у нас, наш спорт, он в себя включает много элементов акробатики, гимнастики, акробатики. То есть у нас девочки многие приходят из таких видов спорта, как раз, которые из гимнастики, много очень девчонок. Они больше успеха имеют, потому что у них подготовка, именно растяжка, гибкость. Акробатики очень много интересных элементов, и здесь даже не как борьба воспринимается, а как какой-то вид совершенства. Ну, вот часто слышу я на соревнованиях, что вот там, ну, и многие тренера, и вообще люди, которые вокруг борьбы говорят, которого борьба делает из мальчика настоящего мужика, а борьба делает из девочки кого? Из девочки более выносливой, более стойкой и более собранной по жизни. Собранной по жизни, умеющей принимать решения какие-то, именно братья себя. Внимание! Веденцы и приземки в руках построены для награждения.